МАРГУ МАРГУ Единственный классический университет Республики Мариел еще раз подтвердил свой статус вуза, дающего образование на столичном уровне. В начале февраля студенты юридического факультета МАРГУ приняли участие во всероссийском этапе одного из самых известных мировых конкурсов по международному праву среди будущих юристов. Конкурс имени Филиппа Джессапа был учрежден еще в 1959 году. На сегодняшний день это крупнейшее в мире студенческое судебное соревнование. Ежегодно в нем участвуют более 2000 студентов из 700 юридических высших учебных заведений из 90 стран мира. Российский этап проходил в Москве. В нем приняли участие студенты ведущих отечественных вузов, таких как МГУ, МГИМО, Петербургский государственный университет и другие. МАРГУ на конкурсе представляла команда из двух человек. Елена Харченко и Константин Петров признаются, в течение нескольких месяцев все силы они отдавали подготовке к конкурсу. Она началась еще в сентябре, то есть там в это время как раз выходят фабулы дела. И соответственно все эти 4 месяца, все 5 месяцев мы должны эту фабулу разрабатывать и готовить позицию по делу, чтобы представлять свою страну. Там соответственно это спор между двумя государствами, и мы представляли как истца, так и ответчика. И за это время надо написать еще письменную работу на английском языке. В целом она выходит где-то 60 листов, текста на английском языке, в которые раскрывается данная позиция. То есть для того, чтобы это сделать, необходимо еще проработать очень много материала. Вот этим мы и занимались 4 месяца. Подготовка была очень сложной, но в то же время и очень интересной. И надо сказать, что фабула этого дела, она была очень актуальна. То есть она касалась отделения отчасти одного государства и присоединения к другому государству. Ну, понятно, что это аналогия с Крымом, и поэтому я как только узнала о том, что будет именно такая фабула, мне очень захотелось поработать над этим материалом. И это было очень познавательно. В подготовке нашей команды принимали участие сразу несколько тренеров. Среди них и действующие юристы, выпускники Маргу. В принципе, ребята готовились сами, самостоятельно собирали информацию, так как у меня есть определенный опыт. Я участвовал в этом конкурсе еще в 2007 году и в последующем готовил многие команды юридического факультета к этому конкурсу, к другим международным конкурсам. В принципе, мы сотрудничали на этапе, когда подготовили сами выступления. Они проходят, соответственно, на английском языке. Ребятам было трудно скоординироваться. В принципе, мы какие-то этапы с ними обрабатывали, проигрывали этот имитационный судебный процесс, совместно выступали в качестве судей и так далее. В принципе, не только я участвовал, но и другие преподаватели и студенты. В принципе, ребята уже участвуют третий год, поэтому у них был определенный опыт. И на основании вот этой работы они достигли такого хорошего результата. Один из факторов, определяющих высокий статус конкурса, это судейская комиссия, в которой более ста человек. Это элита мировой юриспруденция. В качестве судей выступали наиболее представительные юристы мирового уровня, включая юристы, представляющие ведущие университеты, такие как Кембридж, Вашингтонский университет и иные. Кроме того, это были юристы, которые занимают ведущее положение в юридических компаниях известных по всему миру, таких как Уайтен Кейс, Афанасьев Партнеры и многих иных. Кроме того, это люди, которые раньше участвовали в дебатах и хорошо понимают, что это и как работают. Все они составляют сообразное комьюнити Джасопа и между ними тесной связи. До сих пор сохраняются. Сам конкурс проходит в форме игрового судебного процесса, имитации рассмотрения дела Международным судом ООН. Конкурс проходил 4 дня, то есть это были устные раунды. Там создается такая специальная турнирная таблица, и каждая команда, она играет с 4-мя другими командами. И, соответственно, если выигрываешь все 4 игры, то автоматически переходишь в топ-12. И там уже проходит 1-8 финал, четверть финал, и первые 4 команды, они едут в Вашингтон составлять свои возы на международных раундах. Мы, получается, добрались до... Мы выиграли в 1-8 финала, мы добрались до 1-4, мы играли с МГИМО. Мы, на самом деле, очень довольны результатами, мы шли к нему очень долго. Третий раз, когда мы участвуем в этом конкурсе, третий год. И мы примерно знали, уже в какой формате все это проходит. Соответственно, готовились на высоком уровне. Достойными результаты команды Маргу считают не только ее тренеры и участники. Высокий уровень подготовки студентов нашего вуза подтверждают и организаторы конкурса. Я оцениваю уровень подготовки команды на очень твердую четверку с плюсом. Мы были очень рады видеть команду университета в этом году. Маргу вернулся. Взгляд действительно впечатляющий. Как правило, команды, которые приезжают в таком составе и под такой большой перерыв, они не входят в десятку лучших. А Маргу по результатам джесса по этого года в России вошло в десятку и заняло уверенное шестое место. Письменных работ, составляющихся общей оценки, они вошли в топ-4. То есть были награждены призовые места конкурса. При результатом университетных раундов это шестое место. Но главные итоги турнира – это, пожалуй, тот опыт, который получили студенты Маргу. Это навыки, которые можно приобрести лишь в ходе профессиональной деятельности в суде такого уровня, как Международный суд ООН. И это те возможности, которые дает своим студентам Марийский государственный университет. Данный конкурс является крайне важным в моем образовании, поскольку он дает те навыки, которые получить в классическом образовании невозможно. А именно навыки публичного выступления перед юристами, перед судом фактически. Кроме того, это навыки написания и систематизации поисков материалов. По сути, заниматься приходится и днем, и ночью. Учитывая, что у нас состав команды несколько меньше положенного, кроме этого, по сути, ты должен посвятить себя всему этому делу на протяжении четырех месяцев. Вся твоя жизнь на протяжении четырех месяцев зависит от джесопа и посвящена только ему. Ищите низкие цены на рекламу? Они здесь! ТВ и радио на Патриаршей. Наши цены не растут. Заказ рекламы по телефону 42 28 28.